Волховский район Водою, холодную, крутую, прозрачную, седою, а чем еще? Болотами, цветными берегами, да щукой большеротою, степенными сегами. Так в середине XX века писал о своих родных местах Александр Прокофьев. На протяжении нескольких веков писатели, поэты, художники, композиторы в творческом поиске приезжают на берега Ладожского озера и реки Волхов. Вдохновение они ищут в стихии, непредсказуемых холодных водах и в самой истории, которую эти воды заключают в себе, неся ее от крепостных стен старой Ладоги, древнейшей столицы Руси. В начале XIX века Старая Ладога стала одним из центров художественной культуры. Этому помогла дворянская семья Томиловых, а именно ее глава Алексей Романович Томилов, ценитель искусства, меценат и коллекционер. В его усадьбу Успенская, неподалеку от Старо-Ладожского храма Успения Пресвятой Богородицы, круглый год наведывались музыканты, литераторы и художники. Гостил и работал здесь Арест Адамыч Кипренский, а еще Алексей Гаврилович Венецианов, Иван Константинович Айвазовский, Петр Ефимович Заболоцкий. В деревянном господском доме велись беседы о живописи. С натуры создавались десятки полотен различных жанров. Хозяин усадьбы покровительствовал художникам и при этом регулярно пополнял свою коллекцию. Он и сам был увековечен кистями Кипренского, Егорова и других знакомых художников. А на картине Заболоцкого «Жатва» изображен дом Тамилова, его гости и крестьяне, идущие с жатвы. Кроме того, Заболоцкий пишет пейзажи Волхова и Старо-Ладожской крепости. Знакомство с Тамиловым повлияло на творческую судьбу Айвазовского. В 30-е годы художник, еще никому неизвестный ученик-пейзажист, проводил в Успенском летние месяцы, свободные от учебы. Благодаря сохранившейся переписке мы знаем, что Тамилов выступает в роли наставника Айвазовского, помогает ему завести знакомство в высшем свете, передает ему свой искусствоведческий опыт, а иногда и дает практические советы в живописи. Ладожские сюжеты были воплощены в графических работах художника «Крестьянский двор» в середине 30-х годов и «Вид старой Ладоги» в 1840 году. Уже позже Тамилов относится к творениям мариниста критически, хотя не перестает видеть в них эстетическую ценность. «Говорят между вздорами, что Гаевазовский пишет слишком проворно и небрежно, и что картины его больше декорации, нежели картины. Этого не имею уже силы опровергать, а досадую только и говорю, по крайней мере согласитесь, что декорация прелестна». Так писал о нем меценат. После смерти Тамилова в 1848 году его усадьбу и коллекцию живописи наследует его сын, а после него внучка Александра и ее муж Евгений Григорьевич Шварц. В конце XIX века шварцы возрождают дело Тамилова и приумножают его коллекцию. Собрание картин пополняется работами Ильи Репина, Карла Брюлова и других знаменитых художников. С 1898 года в Успенском гостит Николай Константинович Рерих. Пишет пейзаж Волхова. Есть версия, что именно здесь зародилась идея одной из самых известных его картин «Заморские гости», написанной в 1901 году. В своих дневниках Рерих называет простор Ладоги одним из лучших русских пейзажей. В начале XX века сюда приезжает Борис Михайлович Кустодиев. Он изображает Успенское имение на одной из своих картин, а также пишет групповой портрет семьи Шварц. Его сюжет свидетельствует о близких отношениях художника с этой семьей. Он словно наблюдает за их жизнью с доверительного расстояния. После революции коллекция Томилова-Шварца, состоящая примерно из шести тысяч экспонатов, была перевезена в русский музей. От усадьбы Успенской сейчас почти ничего не осталось. Но ее значение не забыто. О ее истории можно узнать, посетив музей-заповедник «Старая Ладога». «Старая Ладога»